Биологический катализатор и белковые природы. Плохо. Давайте смотреть, а что такое катализатор? Это вещество, увеличивающий скорость реакции в теле, но остальные не расходуются. В ходе этой реакции? В ходе этой реакции, а остальные не расходуются. Совершенно верно. Слово о вашем дополнении в теле. На самом деле, в общем, не обязательно в теле. Беру две разные пробирки. Беру в них два одинаковых вещества, совершенно. Но в одну из них добавил фермент. Скажите, признаки реакции в первой пробирке, куда я не добавлял фермент, вы сможете наблюдать? Нет, если нет. Если эта реакция очень медленно идущая, вы не сможете наблюдать. У вас будет полное ощущение того, что реакция скрустнула. Хорошо. Во второй пробирке добавил фермент, который капитализирует эту реакцию. Сможете вы наблюдать? Результаты этого процесса. Сможете, пожалуйста, она подходит? А во сколько раз, я считаю, обычный фермент ускоряет реакцию? В сотни тысяч, в миллионы раз. Поэтому, если реакция хотя бы в принципе может идти, в присутствии фермента она пойдет, не просто пойдет, а быстро пойдет. Модель кастрюли. Дело в том, что уже достаточно давно все химические вещества, входящие в состав живой плетки, ученым известно. Ничего, кроме химических веществ, в живой плетке нету. Точно. Никакого биополя, никакого Духа Святого, никакого маленького гаишника. То есть, на самом деле, живой организм это просто суперсложный, саморегулирующийся химический реактор. Мы с вами в том числе. Здесь ключевое слово «суперсложный». Вы просто не представляете себе степень сложности этого реактора. Но, тем не менее, давайте представим себе такую вещь. Я беру каску живой плетки. Вот, нормально. Влез в интернет. Узнал полный список веществ, которые входят в состав живой плетки. Какие списки существуют, их можно. У меня есть порядочно свободных денег. И я выписываю все эти компоненты по почте. Причем необходимых концентраторов. И после этого беру и наливаю абсолютно все-все-все в эту кастрюлю. В результате я здесь смоделировал распол, который соответствует внутреннему содержанию живой плетки. Вопрос, эта кастрюля побежит? Да. Не, не побежит. Она не будет живой. В чем дело? А дело очень простые вещи. Давайте смотрим. Выделим несколько точек. Ну, мы займем от точки 1, точки 2, точки 3. Они внутри подключены. Всего в составе живой плетки несколько тысяч разных вещей. Нас задали много тысяч. Если вы живете, все они пребывают в состоянии раствора, полного раствора. Главное. Ну и скажите, пожалуйста, можно ли точно сказать, какая именно химическая реакция идет в точке 1 в данный момент? С вашего точки зрения. Там, конечно, сто пятьсот разных компонентов. Все эти молекулы стоят на месте или двигаются? Двигаются за счет какого процесса? Температурного движения. А температурное движение упорядочное или хаотичное? Хаотичное. Хаотичное. Можно ли точно сказать в данную единицу времени, какая реакция происходит в точке 1? Нет. Не, нельзя, конечно. В точке 2? Нет. Нет, нельзя. В точке 3? Нельзя. А ты смотришь. Допустим, нам в данный момент времени необходимо, чтобы в точке 1 происходила реакция в номер 3567. Я взял всем возможным реакциям прислуг на карту. Вот мне надо, чтобы в данный момент времени именно эта реакция происходила в точке 1. Как можно решить эту задачу? Без маленького гаишника. Ну и желательно без биополя и прочей новости. Катализатор. Да, именно так. Причем любой катализатор строго определяет. Катализатор. Если мне удастся в этой точке, в данный момент, активировать фермент, который катализирует именно эту реакцию, то производство этого вещества, продукта этой реакции, возрастет в миллион. Значит ли это, что все остальные реакции в этой точке прекратятся? Нет. Там может происходить все, что угодно. Ну, ты черт в стуке. Ради Бога, да. Надо, чтобы положить катализатор, сделать так, чтобы точки 3 и точки 2 тоже были катализаторы. Сколько для этой реакции или для тех процессов, которые нужно? Для этого и для этого нужно запретить. Ага. Стоп. Как вы будете запрещать молекулярное движение? Расскажите мне. Скоро ставить, вероятно. Угу. Все эти идеи типа запрет молекулярного движения подразумевают манекулы гонишника, которого мы туда засунули. Потом будет хватать молекулы, оттаскивать их куда-то там и так далее. Струковать. Вещь фантастичная, запретить ничего нельзя. Но смотрите, что мы имеем. Нужные нам процессы, вот те, которые мы заказали. Какую массу вещества дают по отношению к случайному. Столько, сколько случайные процессы или больше? Нет. А больше во сколько раз? В тысячи. В сотни тысяч. В сотни тысяч в миллионы раз. В результате случайные процессы являются просто фоном. Фоном, который происходит в этой кастрюле. Фон этот не снимаемый. Значит, они как снова происходят. А управляемые процессы чем будут отличаться? А дело в том, что их производительность просто сотни тысяч раз выше. Очень быстро, в морейшей доли секунды, производится существенная концентрация именно киевичества, которые нужны. В результате идея управления этим реактором на самом деле сводится к другой идее. Для этого достаточно в необходимое время и в необходимой точке активировать необходимый термин. Вот если удается выполнить эту задачу, все, мы берем под контроль все процессы, которые здесь происходят. А если мы их взяли под контроль, можно составить из них такую композицию, что кастрюля у нас и поползет, и попрыгает, и будет реагировать на слова «узик сидеть» и так далее. То есть, получит все нормальные свойства жизни. Вот о том, как, собственно, происходит регуляция сперментативной активности, мы с вами очень много вам говорили. Как же этот интересный фермент обходится в своей гаиши? Как фермент знает, когда ему активироваться, когда ему деактивироваться, в какое место и когда ему надо прийти? Вот об этом мы будем говорить достаточно много, но не сего. Сегодня мы, пока что с вами, разберемся с другими функциями белков. Не ферментативными, а всякими другими. Благо, этих функций очень много, и все они являются не просто важными, а важнейшими для любого живого организма. Итак, поехали. Даже сначала список. Для того, чтобы большинство ферментативных процессов происходило, одним из условий работы подавляющего большинства ферментов является выделение энергии в той точке, где сидит фермент. Помните, что белки конформируют в том числе в ответ на изменение температуры. Помните факторы, которые могут менять конформацию белков? Списочка у нас была. Температура входит в эти факторы? Ага, отлично. А температура это что такое? Это кинетическая энергия системы. Скорость движения. То есть, если нам надо привести белочек из одного состояния в другое, достаточно очень часто, не всегда, но очень часто, достаточно в этом месте выделить энергию. потратить энергию, которая до этого клетка должна спасти. Но ведь для того, чтобы все время получать энергию, ну, очень грубая модель будет вот какая. Вот для того, чтобы постоянно иметь запас энергии для регуляции этих дел, клетка должна получать с улицы топливо. Топливо. Огонь и костер горите, если я взял и накрыл одеялом. Нет, не будет. А почему он не будет? Кислород. Значит, ну и в простом случае кислород. Только для тех, которые не дадут, которым он нужен. Да, разумеется, разумеется. Для них кислород и дырщик. Да? Ну, давайте пока с ними разбираемся. Хотя, исходно, конечно, на нашей планете возникли существа, которые не только не пользуются кислородом, а кислород для них был страшнейшим ядом. И самая крупная экологическая катастрофа за все время существования нашей планеты, когда вымерло примерно три четверти живых существ, которые к тому времени уже на Земле обитали, связаны как раз с появлением в атмосфере кислорода. Он просто отравлял почти все. А следующий фотосинктивирующий организм... Подождите, подождите. Да, этих вопросов мы с вами доедем еще очень нескоро. Пока мы все-таки вот в этой теме сидим. Итак, в результате, как минимум, креста должна получать из внешней среды вот эти компоненты для того, чтобы регулировать все скользкости. А это значит, имеете ли право стенка кастрюли быть совершенно непроницаемой? Нет. Нет. При этом она должна пропускать всех, кого не купит? Нет. Надо давать полупроницаемую. Только строго определенные вещества. Хорошо. Вы сжигаете топливо. Не важно, что. Бензин у вас горит, двигатели внутренние сгорания, или дрова горят в кастре. У вас отходы при этом получаются? Да. Да, конечно. А что будет, если отходы будут оставаться прямо там в кастрюле? Не получится. Смотрите, что будет. Ну, давайте посмотрим упрощенную реакцию. Это горение любого ходового органического зуба. Ну, в качестве модели возьмем глюкозу, потому что как раз, что такое дрова? Что такое деревяшка? Из чего? Из глюкоза. Поперегнина. Так, но в основном глюкоза очень много. Основа крепочных схем в растении, конечно, целлюлоза. Что такое целлюлоза? Помните, что сахар, глюкоза, если его растворить в воде, вот, когда он в кристалле, это линейная кровь, а при раствории в воде, сахар, глюкоза, какую форму приобретает? Закушивается в кольцо. В кольцо сворачивается, в такой штугольный кольцо. Вот если глюкозу растворить в воде, она перейдет в струльческую форму. А теперь, вот отсюда, углеврованная. УАР в свете торчет? Да. Здесь уАР в воде торчет. Вот он одного. Ну, он здесь уходит. Ага. Хорошо, берем две глюкозы, ставим рядами. Вот так. Смотрите, что оказывается. Аж мало. Ага. Знакомый сто. Выделивайся. В результате, одна глюкоза пришилась к другому. С этой стороны еще пришить можно. И так далее, и так далее, и так далее. И пошла длинная-длинная лента, и сшита глюкоза. Вот это так называемые тяжелые сахара или полисахариды. С основными частями их являются просто глюкоза, значит, полисахариды, это молекулы какого типа? Как называются такие молекулы? Полимер. Полимер, конечно, из полимера. И вот целлюлоза, это один из вариантов полимера глюкоза. То есть, на самом деле, вот этот скул, да, его основа, вполне из сахара сделана. То есть, такой сахарный скул. Другое дело, если вы, даже как следует, разжуете щепку, ну, взять сосновую щепку и стали разжевывать. Как по-вашему, сладкий вкус появится? Нет. Угу. Появится? Нет. То есть, если очень долго грызть бревно, то в конечном итоге во рту станет сладко. Должна вас разочаровать. В конечном итоге вы сломаете зубы, а результатом даже очень хорошо прожеванной, тщательно прожеванной целлюлозы, ваш организм воспользовался с ним. Слышали наверняка в рекламе, в каких-то там пищевых продуктов, что вот этот гениальный йогу или отличный творожок содержит микроволокна клетчатки. Что такое клетчатка? Вот клетчатка – это русское название целлюлоза. Отлично. А теперь я вам скажу так. На самом деле, ни одно настоящее ядерное существо, элкарио, а мы знаем, конечно, настоящее ядерное, не умеет производить эксперимент, способный разрезать вот эту бета-гликозидную связь. То есть, не умеет наше тело взять длинную цепочку, разрезать на отдельную блюту. А бактерии умеют. А бактерии умеют. Поэтому, когда вы едите морковку, помните, что у каждой клетки, стенка-то из какого материала, клеточная стенка, она как раз целлюлоза. Вот вы едите морковку, яблоко, салат и так далее. На что это больше всего похоже? А на то, что вы набиваете свой жулок запаянными консервными банками. Внутри банок все очень вкусно и питательно. Только у вас консервного нажатия. Потому что каждая клетка упакована в клеточную стенку. Стенка из целлюлоза. А разрушить целлюлозу наши ферменты не могут. Ну, здесь, правда, есть уходной птиц. Как можно двинуться? Что будет с кастрюлей? Если я налил в нее воды, а после этого плотно припаял крышку к самой кастрюле, а после этого поставил на воду. Вода сдавается. Вода сдавается. Паровой взрыв прибыли. Отлично. Теперь я взял овощи, нарезал, кусочками скинул в кастрюлю и поставил в кастрюлю. При доведении этого хозяйства до кипения вода в пар начало приходить? Да. Начало. А как вы думаете, а только в бульоне будет происходить? Или в цитоплазме каждой плетки тоже? Вода. Но она же на 75% из воды. Закипело от хозяйства, что с целеволожными куглятами плеток. Они взорвались. Поэтому, как следует, прокуршенные овощи. Там часть плетчатых стен уже разрушена. И остальные вещества доступны для нашего перевозки. Но вообще-то для всех животных нормальное пищеварение возможно только в случае, если нам помогают. Как это ни странно, сами переварить свою еду, мы не можем. В норме у каждого животного пищеварительной системы обитает целый зоопарк. Причем, это даже скорее не зоопарк, а ферма. Потому что организм специально выращивают, регулируют в некотором смысле вот эту помаду. Называться это хозяйство будет нормальная микрофлора. нормальная микрофлора. в основном она стоит из бактерий, хотя есть там и тратисты, ну, всякие, амеба, всякие, пузыри, даже, некоторое количество грибов простых, тоже у нас нормальная микрофлора. И вся эта команда помогает нормально переваривать нашу пищу. И если вы наглотавшись без рекомендации, грамотно рекомендации врача, каких-нибудь антибиотиков для того, чтобы какую-нибудь пустяшную больницу инфликировать, а антибиотики смертельные бактерии для прокариотических клеток, что с этой командой происходит? Я знаю. Ну, конечно, антибиотикам здорово, ему совершенно не важно, какая бактерия. Бактерия все углу. Поэтому, после того, какой пропирик в антибиотиках, какая возникает проблема? Из бактериоз. Из бактериоз, конечно. Ваш тел перестал нормально переваривать пищу. Какой выход? А есть специальные препараты, продаются вактепы. Задача опять заразить ваш организм нужным бактериям. Ну, всякие разные, в основном это на основе бифидобактерии. Всякие бифидопрепараты. Но есть всякие разные. Вот мы немного сейчас поговорили об этом со мной. С колотиной болел, у меня выписали 10 дней антибиотики принимать. Так вот, после этого пришлось очень долго принимать вот эти вот проверки с этими бактериями. После каждой еды жутко болел живот. 2-3 месяца, конечно. Восстановление микрохлопа далеко не всегда проходит так легко. А почему не сразу не заобъединить эти лекарства в одно? Дело в том, что на фоне смотрите, что вы делаете. Антибиотики убивают бактерии. А вы что будете делать? Одновременно сеять бактерии и убиваете их. Ну и скажите, пожалуйста, те бифид-препараты, которые вы на фоне антибиотиков принимаете, у них есть хоть какой-то шанс размножиться у вас кишечник? Нет. Вы же одновременно с антибиотиками принимаете. Воложник. Да, если и антибиотик не помогут мне? Как нужно? Ну, они постоянно говорят бифид-бактерии и сану поможут. Нет, нет, нет. Сейчас мне это заключение зачем его можно? Для того, чтобы химический состав дров. Основа дров это клетчатка, а клетчатка это полимер целлюлоза. Значит, горение нашего костра можно описать как реакция. Если читать, то дрова из чистой целлюлоза, что на самом деле, конечно, не совсем хорошо. Кроме леднины, там еще порядочное количество неорганических ищетов. Вы такое слово удобрение слышали? Ага, что такое удобрение? Время для того, чтобы управлять растением правильно растет. Ага, слава, слава. А как помогать? Ну, это опять такие маленькие гаишники, которые там бегают и всем помогают. вставляют огневые гаишники. Да нет, дело в том, что для неосстановки кастрюли у нас занято много тысяч разных вещей. И в состав очень многих из них входят разные неорганические йоны. Йоны калия, натрия, йоны магния, йоны тоже. Ну, кто-то прогреки достаточно в этом случае. И так далее, так далее. Плюс к этому кислотный остаток, серной кислоты, отстанной кислоты, соляной кислоты, угольной кислоты и так далее. Вот то, что называют удобрениями, это смесь разных солей. Смесь как раз тех элементов, которые необходимы в минимальном дозу, совсем по чуть-чуть. Но каждой клетке для того, чтобы строить весь этот шест. Без них просто ничего не было. Поэтому когда дрова сгорели полностью, смотрите, что не С6, H2O, это глюхоз, основа целевого, плюс кислород О2. Ну и что получится в рецептах? Именно так. Углерод окисляется кислородом, получаем СО2. Окисляется кислородом, получаем H2O. Как мы говорили, кислород окислить не можно. Ничего при этом взаимодействия многих упражнений для тех, кого еще не было. Попробуйте сделать так, чтобы количество атомов до реакции равнялось количество атомов после реакции. Эта операция в химии называется уравнение реакции. Попробуйте уравнять реакцию горения глюкоза. Ну, надо сказать, ровно такая же реакция описывает процессы кислородного дыхания в вашем химии. А в целом тоже странно. Понятно, что это суммарная реакция, реальный процесс идет многоступенчатый, намного сложнее, но суммарная реакция точно такая же. Какие коэффициенты, то есть множители, надо поставить перед значками молекул, для того, чтобы количество углеродов здесь сравнялось с количеством углеродов здесь. Количество кислорода здесь сравнялось с количеством кислородов здесь. Попробуйте при горении глюкозы вы получите, если горение полностью прошло, только углекислая газа полностью, ничего проблем. В ходе горения куда-нибудь исчезнуть эти атомы могли? Нет, они никуда не могли исчезнуть. Хорошо, а появиться из ниоткуда новый атомы могли? Не, не могли. А это значит, количество отмок до реакции должно быть ровно такое же, как количество отмок после реакции. Ну-ка сделать такое же. Смотрите, сколько у вас углеродов до реакции? 6. Ага. А это значит, сколько молекул СО2 выделится при сгорании одной молекулы углеродов? 6-4? Ага. Хорошо. В каждой молекуле по одному углеродам здесь коэффициент 6-4. Попробуйте то же самое сделать с водородом, а потом начните раздражаться с кислородом. Ну там всего отмок кислорода меньше, чем с кислородом. Ну так как вам выходить? Сначала полудорода уравнять. Добейтесь того, по углероду мы уравняем. Слева 6 углеродов и справа 6 углеродов. Теперь добейтесь того, чтобы слева было слева на сколько водородов? 12. 12. Какой коэффициент сюда 6? 6. А ты посмотри какой безобразие кислородный. Кислорода слишком мало. Молекуля У2 тоже коэффициент 6. Какой коэффициент 6? 6. конечно. Вот теперь считаем здесь сколько кислорода? 6. Вот здесь сколько кислорода? 12. Вместе сколько? 18. В результате до реакции у нас 18 атомов кислорода. Согласны? Отлично. Теперь здесь сколько кислорода? 12. Здесь сколько кислорода? 6. Вместе? 18. Хотя один кислород потерялся? Нет. Нет. Хотя один кислород ниоткуда взялся? Нет. Вот это уравнение горения глюкозы в кислороде оно же уравнение кислородного дыхания ну и вообще это одна из немногих реакций которые желательно людям которые интересуются биологией запомнить глюкозы то получится фотосинтез совершенно верно если мы тот же сам процесс прочтем в эту сторону то есть СО2 плюс H2 соединим да то в результате мы получим сахар глюкоза но обратите внимание у нас останется мусор у нас останется обход кислорода кислород это мусор это обход который клетка выбрасывает во внешнюю цель а наше тело потом этим обходом будет пользоваться